Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сегодня прощаемся с праздником Вознесения. И Евангельское чтение сегодняшнего дня продолжает так называемую первосвященническую молитву, которая читалась в предыдущее воскресенье, первая ее часть, а сегодня читается вторая, завершающая. Где Иисус говорит о единстве своих учеников и тех, кто верует в Него по их уже слову, по их проповеди. Ну, конечно, в мире всегда существовала некая тоска по единству, согласию, любви между собой. Но, к сожалению, чаще всего это и оставалось некой тоской. Результата обычно не достигали. Достигали иногда какой-то частичный временный результат. Но в целом, когда люди замышляли что-то в истории, в том числе даже христиане, ну, обычно это кончалось чем? Ну, очередной какой-то вот Вавилонской башней, которую строили и потом прекращали строить, какие-то разногласия возникали, или, так сказать, становилось это своеобразным долгостроем, или даже просто со временем эта очередная башня, очередной проект разрушался и предавался забвению. Вот так вся история человечества. А еще, конечно, в человечестве всегда существовала тоска и стремление к свободе, к справедливости. И тоже каждый раз, когда люди предпринимали какие-то попытки к какому-то освобождению внешнему, или к какому-то достижению справедливости тоже внешнему, ну, чаще всего оборачивалась тоже какой-то утопией. И, как по слову апостола Петра, «обещают им свободу, будучи рабы тления». Такое меткое выражение, которое всегда, во все периоды человеческой жизни, основалось более чем злободневным. Ну, потому что даже в тех странах, где вроде бы свобода существует, ну, есть такой анекдот, который философ Николай Бердяев приводит в одной из своих работ. Некий богатый буржуа в Париже спрашивает, «Изводчик, ты свободен?» Да, он говорит, я свободен, ожидая, видимо, что тот примет его услуги. Вот, на что он говорит, «Да здравствует свобода!» И проходит мимо. Ну, и оставляет изводчика ни с чем, понятное дело. Вот это такая свобода, во многом призрачная, ну, в таких, скажем, капиталистических странах, вот, еще два-три десятилетия назад многие из наших соотечественников соблазнились на эту, так сказать, свободу по такому, вроде бы, образцу, ну, и поняли многие, что это тоже далеко не реальная свобода, а чаще всего достаточно призрачная. Вот, и, да, когда приходится на путях к единству, к свободе, к справедливости разной, даже нам, христианам, приходится признавать полное свое человеческое бессилие. Потому что по-настоящему единство, свобода и многие другие вещи достигаются не усилиями человеческими, да, мы можем жаждать, мы можем какие-то предпринимать попытки к достижению, но по-настоящему они достигаются только в Духе Святом и только силой Божией. И свои человеческие многочисленные усилия приходится признавать, да, мы чаще всего не можем это сделать. Или можем только чуть-чуть, отчасти как-то, но все это отчасти, все это частично, все это в полноте не достигается. Вот. Может быть, это может быть достигнутым только тогда, когда мы по-настоящему признаем, что своими чисто человеческими усилиями мы это не можем достичь. Ни мира, ни свободы, ни справедливости, ни единства, о котором, конечно, мы это всегда тоскуем и мы мечтаем. Это совершенно справедливо, это заложено в нашем Духе. Вот. Жажда свободы, единства, гармонии, справедливости. Вот. Но в этом мире все только отчасти. Если осуществляют какие-то прорывы, то подлинно в Святом Духе. Иисус показывает, как бы сказать, некий идеал. Вот. Да будут они все едины, как я в тебе, как ты во мне. Но это единство по образу Святой Троицы. Бог есть любовь, Он есть три в одном и единица в трех. Вот это совершенное единство, в полной прозрачности друг для друга, в полной гармонии. Вот так проявляется любовь, согласие и гармония, и справедливость в полноте своей, в Боге, который есть Троица. И мы, конечно, будем уже завтра вечером в песнопениях, в текстах, прославлять и, как бы сказать, вспоминать о том, как ученики, получив Святого Духа, начали понимать друг друга, говоря, на разных наречиях, на разных языках. Или, а можно от противного вспоминать, как всю историю жизни человеческой люди, могущие говорить на одном языке, тем не менее, перестают понимать друг друга. Без вдохновения в Духе Святом так и обычно и бывает. Ну, что делать? Идеал, он остается идеальным. И во многом недостижимым. Тем не менее, древние путешественники по звездам, до которых тоже не достать, выверяли путь. Мои плаватели, или там неважно, кто, сухопутные путешественники, когда не было современных средств связи, изучали, так сказать, небо по соотношению звезд, по созвездиям, действительно, выверяли свой путь и не ошибались. Ну, вот, наверное, так вот и приходится выверять свой путь, признавая, конечно, свое собственное бессилие, тем не менее, если мы ориентируемся на эти слова, мы до конца все-таки в этом мире не теряемся. Ну, по крайней мере, можно обрести какую-то внутреннюю свободу, пусть отчасти, ну, вот, в своей собственной жизни, даже если в семье мы не обретаем, даже если в каких-то дружественных группах там людей, отчасти это все происходит, и не всегда ровно, не всегда все гладко, мир, в котором мы живем, скорее походит вот на то бушующее море, нестабильное, о котором была речь в прочитанном отрывке Деянием Апостольским, когда по воле волн и ветров корабль с апостолом Павлом и спутниками выносился целые две недели. Или как вчерашний Урагон налетел на Москву, повалил множество деревьев. Вот такой наш мир и очень непредсказуемый, очень капризный и такое человечество в целом их настроение. Но вот Иисус предлагает ученикам и тем все-таки кто уверовал по их слову, по их проповеди ориентироваться вот на такое единство по образу Святой Троицы. Другого пути нет. Аминь. Аминь.